Всем привет! Сегодня у нас обзор набора из серии Лего Супергероя по комиксам Marvel. Набор по Железному Человеку по фильму Iron Man 3. Номер набора 76008. Набор 2013 года, уже достаточно старенький. На мой взгляд, один из самых маленьких наборов, где можно достать Железного Человека. В наборе 91 деталька, две мини-фигурки, небольшой транспортный срез. Но давайте откроем коробку, соберем его и поговорим о данном наборе. Набор я приобрел достаточно давно, но никак не доходили руки сделать обзор, поскольку я уже не помнил, о чем был фильм Железный Человек 3. Вот недавно я его пересмотрел и теперь могу более полноценно попытаться сделать обзор этого пусть даже маленького, но такого интересного набора. Набор называется Iron Man против Мандарина Ultimate Showdown. Битва такая, Железного Человека и Мандарина. На лицевой коробке изображено содержимое набора. Ссылка на фильм Iron Man 3, Marvel Comics. На задней части небольшая, тут, но особых функций-то нет никаких у Железного Человека. У Тони Старка открывается шлем его, вращается пушка. Такие небольшие функции. Стреляют ракеты с прям щеткой. И на торце коробки изображение Железного Человека в масштабе 1 к 1. Давайте откроем коробку, соберем набор и подробнее о нем поговорим. В коробке небольшая инструкция и два пакетика с деталями. Из-за интересного здесь разве что маска Железного Человека, которая упакована в отдельный пакетик, чтобы не поцарапаться, не потеряться, не поломаться. Ну, а все остальное достаточно стандартное. Инструкция тоже ничем таким не блещет. Выдающимся, разве что в конце, может, есть что-нибудь. Да и в конце ничего интересного тоже нет. Ни ссылки, ни на других наборах. Ничего, просто вот LEGO Marvel Super Heroes. Все, сейчас я его соберу и мы с вами о нем поговорим. Сборка набора была очень быстрая, буквально минут 10, может быть, 15. После сборки осталось несколько экстра деталей. Из интересных вот, пожалуй, этот шланг. Он в наборе идет как дополнительная деталька. Он используется в машинке вот здесь вот и еще отдельно. И вот такой вот кубик, на котором стоит наш Железный Человек, изображающий выхлоп его костюма. Набор состоит из двух мини-фигурок. Это Железный Человек, Мандарин и транспортное средство этого нашего Мандарина. Давайте посмотрим фигурки, потом посмотрим транспортное средство и подведем итог к этому набору. В данном наборе Железный Человек появляется в костюме Mark 17, он же Heartbreaker. Костюм этот появился в конце третьего фильма, когда все костюмы Железного Человека по команде отправились на финальную битву с главным злодеем. И вот этот костюм тоже был среди них. Один из мощнейших костюмов Железного Человека. Ну вот он появился в этом наборе. Шлем открывается у него. То есть он состоит из двух частей. И у Железного Человека два выражения лица. Такой довольный, сухнук его стандартный, Тони Старка. И его лицо во время боя. Злое, суровое, такое явно не до шуток ему. Во время битвы, наверное, имеет смысл ему оставить вот такое вот лицо. Второй мини-фигуркой набора является Мандарин. Он на самом деле такая сомнительная личность в фильме. Собственно, она ничего не делала, нигде не была. И с Железным Человеком тоже не сражалась. Такой актеришка, который играл роль террориста. Его также использовал главный злодей фильма. Давайте снимем бороду, чтобы посмотреть его торсик. Там есть на что посмотреть. И посмотрим, что у него также два выражения лица, как и у Тони Старка. Если побрить мандарина, то видим, что торс у него такой, ну вообще классный. Его можно использовать в обычных самоделках на тему войны, сражений, еще чего-нибудь. То есть пулеметная лента у него по поясу тут натянута. Выражение лица, конечно, для самоделок не самое лучшее. Какой-то он явно утомившийся жизнью. Но на самом деле он и в фильме пил, да принимал наркотики и был немножко не в себе. Поэтому здесь это, в принципе, видно. И второе выражение лица у него не намного лучше, чем первое. Немножко он такой злобный, но тоже явно синяки под глазами не идут ему на пользу. А теперь посмотрим транспортное средство этого главного злодея. Я не помню, чтобы в фильме у Мандарина была такая машинка, или чтобы он вообще хоть куда-то выезжал. Он там только на экране телевизора мелькал. Со всякими угрозами. Но, тем не менее, функцией этой машинки является, не знаю, видимо, огнемет со спаренной ракетной установкой. Он поднимается, опускается, хотя это немножко на водную пушку похоже. Сбоку здесь тоже какая-то невнятная вещь. И с другой стороны крепление для оружия. Можно взять ему в руки этот пистолет, посадить за руль. И пустить на битву с Железным Человеком. Ракеты вылетают. Стандартный механизм. Используется щелчок. Здесь не очень удобно щелкать, но... В общем... Такое сомнительное удовольствие. Тем не менее, штука достаточно полезная на детальки. Вот эта крыша, которая часто используется в поездах в качестве крыши локомотивов. Просто темно-зеленые детальки, решетки. Но здесь вся машинка, она как дополнение к общему набору. Основной это, конечно, мини-фигурка Железного Человека. Я думаю, те, кто покупает этот набор, в первую очередь берут Железного Человека. Ну, а все остальное это как дополнение. Давайте с вами посмотрим еще несколько общих видов данного набора. Ну и будем заканчивать наш обзор. Субтитры сделал DimaTorzok Мы с вами посмотрели набор 76008, битву Железного Человека против Мандарина. Набор снят по фильму Железный Человек 3. В фильме вот ничего похожего я не верил, чтобы он с ним сражался. Они там пересекались пару раз, но это так было, по стольку, по скольку. Тем не менее, набор интересный. Интересный в первую очередь из-за мини-фигурок. Мини-фигурки Железного Человека. Ну и под вопросом Мандарина. Не знаю, кому понадобится, не понадобится. Торсик хороший. Из него можно сделать нормального такого бойца. Данная машинка, ну, сама по себе такая достаточно сомнительная вещь. Но, тем не менее, на детали вообще пойдет на ура. Шланги плюс один запасной такой детальки серого цвета. Крыша вот эта, как от поезда. Не знаю, на детали нормально. На детали пойдет. Ну и должно же быть какое-то дополнение в наборе, кроме мини-фигуры. Я думаю, в первую очередь этот набор будут брать ради Железного Человека. Костюм Mark 17. Тони Старк внутри. Все, в общем, замечательно. На этом я заканчиваю наш обзор. Ставьте лайк, если вам понравился обзор и этот набор. Подписывайтесь на наш канал. Приходите к нам в музей. Вступайте в группу ВКонтакте, где мы периодически проводим интересные конкурсы. Всем счастливо. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok